Более 200 жителей Белгородской области, которые вынуждены оставили свои дома из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, прибыли в Карачаево-Черкесию. Сегодня с ними встретился глава республики Рашид Тимрезов. Подробности в нашем сюжете. Представители Карачаева-Черкесии дожидаются на перроне невиномыска прибытия поезда. И вот на Кавказскую землю спускаются люди, вынуждены покинувшие свои дома в Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Мы здесь впервые, но мы думаем, что здесь нам очень понравится, потому что мы пережили серьёзный момент. Извините, а я не могла спать первую ночь от радости, понимаете как? Что думаю, неужели? Неужели тишина? По словам представителей регионального управления МЧС и Минтруда республики, встреча прошла организованно. Людям была оказана вся необходимая помощь. Они все будут размещены в курортной зоне, в комфортных условиях. Им будет оказано всё необходимое содействие, в первую очередь медицинское, психологическое сопровождение. И, конечно, мы будем рады их познакомить с достопримечательностями, с культурой всех народов нашей гостеприимной республики. Всего в Карачаево-Черкесию доставлены около 240 человек. Чуть меньше половины из них – дети. Ранее по поручению Рашида Тимрезова было организовано всё необходимое для приёма вынужденных переселенцев. А сегодня жителями Белгородской области встретился сам глава республики, ответивший на волновавшие людей вопросы и пообещавший поддержку в будущем. Добро пожаловать в Карачаево-Черкесию. Могу вас заверить в том, что здесь будет оказано вам самое, что ни на есть, пристальное внимание. Все службы готовы, все места размещения готовы. Я обязательно потом посещу каждое место размещения ваше, поговорим о тех вопросах, которые будут возникать во время вашего пребывания. А пока люди только осваиваются в нашей республике. В глазах ещё читается тревога последних дней, но по ноткам голосов чувствуется радость от возможности наслаждаться тишиной. Там очень сложно. Мы последние недели две вообще не выходили на улицу, потому что люди гибнут. Страшно. Вы знаете, в свете последних событий было тревожно очень. И поэтому наша главная задача была обезопасить детей, потому что мы подвергаемся каждый день практически обстрелам. И мы очень хотели их защитить тем самым. И поэтому искали возможность, куда бы их можно было увезти. Жители Белгородской области после кратковременного пребывания в Черкесске отправили в отели Тиберды и Домбае. Там их уже ожидали медики, психологи, специалисты, которые помогут людям чувствовать себя в Карачаево-Черкесии комфортно, спокойно и в безопасности. Артур Махце, Вести, Карачаево-Черкесия.